МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале ЖТСО. В студии для вас работают Адина Смогулова и Даурена Амдрасилов. И вначале мы расскажем о главных темах выпуска. Смотрите далее. Горбатый бизнес. Как сохранить свое дело в условиях коронакризиса? Секретом успеха поделился с корреспондентами житель Панфиловского района. Поддай жару. Чуть более недели осталось до начала отопительного сезона. Готовы ли к запуску тепла регионы? Расскажем. Учат не в школе. 6 из 9 учебных заведений области до сих пор не готовы принять учеников. В чем же причина? Узнаете через несколько минут. К 2030 году площади орошаемых земель по стране будут расширены до 3 миллионов гектаров. Выполнению этого поручения президента было посвящено селекторное заседание правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина. Как было отмечено, для уменьшения перерасхода жизненной влаги особое внимание необходимо уделить эффективному использованию воды, а также внедрению новейших технологий автоматизации и цифровизации отрасли. Так, к 2025 году будет оцифровано 212 каналов, построено 9 новых крупных водохранилищ, приняты меры по реконструкции 120 каналов. Все это позволит обеспечить дополнительный общий сбор воды в объеме 6,4 квадратных кубометров, отметил глава правительства Аскар Мамин. Кроме этого, он поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Акиматами Алматинской, Туркестанской и Казалардинской областей проработать вопрос поэтапного снижения площадей посева влаголюбивых культур – риса и хлопка. В своем выступлении Аким Алматинской области рассказал о проводимой в регионе работе. В целом на территории области расположены 249 гидротехнических сооружений. Протяженность всех оросительных сетей составляет 17 тысяч километров. В 16 районах начаты работы по реконструкции сетей. В этих целях на разработку ПСД из местного бюджета было выделено 3,3 млрд тенге. Кроме того, в рамках ДКЗ ведется реконструкция Куксусской, Каратальской плотин, гидроузла Усек в Панфиловском районе, а также оросительных сетей в Талткургане. Уважаемый Асхар Узахбаевич, для выполнения вашего поручения сейчас разрабатывается техника экономической обоснования по пяти водохранилищам. Это Покатиловское, Биен, Сунхар, Дьермен, Балхта. Это даст возможность вернуть в оборот почти 19,5 тысяч гектаров поливных семель. В целом, до 2025 года по области планируем восстановить порядка 138 тысяч гектаров орошаемых семель. Работа по развитию водного хозяйства продолжается и находится на контроле. 1400 тонн бакалейной продукции закупят в октябре текущего года в целях удержания цены подсолнечное масло, сахар, муку и гречку. Об этом стало известно во время очередной восьмой сессии Алматинского областного маслехата. В ходе заседания был заслужен отчет главы региона Аманды Кабаталова о полугодовых итогах социально-экономического развития, а также определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста. Алматинская область продолжает поступательное и планомерное развитие. Благодаря действенным мерам в период напряженной эпидситуации работа жизненно важных предприятий не останавливалась. Обеспечен рост промышленности, сельском хозяйстве, строительном секторе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы экспорта переработанной продукции аграрно-промышленного комплекса увеличились более чем на 22%. Особое внимание в регионе уделяется сдерживанию цен на социально значимые товары. Правительством принят комплекс мер по антиинфляционному реагированию на 2021-2024 годы, в рамках которого мы работаем. Для формирования стабилизационного фонда и льготного кредитования в текущем году дополнительно из местного бюджета выделено 1,7 миллиарда тенге. Общая сумма выделенных денег на сегодня составляет 3,7 миллиарда тенге. Мы систему выработали такую, что заключаем договора с крупными товаропроизводителями, с крупными торговыми центрами, и все они нам обеспечивают ту необходимую цену для вот этих социально значимых видов товаров. Амандык Баталов поделился и дальнейшими планами формирования стаб-фонда. Он подчеркнул, что в первом квартале текущего года будет дополнительно произведен форвардный закуп социально значимых продтоваров в объеме почти 5000 тонн. Глава Алматинской области отметил один из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Это развитие малого и среднего бизнеса. Для восстановления деловой активности граждан и в целях поддержки предпринимателей в регионе принят ряд стабилизационных мер. Так, в текущем году в рамках госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», «Инбек», «Дорожная карта занятости» и региональной программы ЖТСУ предусмотрено 26 миллиардов тенге. Одним из важных факторов обеспечения устойчивой экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня действует более 123 тысяч субъектов МСБ, где занято 262 тысячи человек. За 8 месяцев в бюджет поступило 131,4 миллиарда тенге. Это почти в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. Амандык Баталов отметил, что в условиях карантинных ограничений работа продолжалась во всех направлениях. Туризм, строительство автодорог, социальных объектов и жилья, газификация, водообеспечение. «Охвата централизованного водоснабжения на сегодняшний день составляет 98,3%. Это хороший показатель. В этом году доведем до 99,5%. Каждый год мы над этим плотно работаем. За счет подведения водопровода к 7 селам мы вот этого показателя достигнем 99,5%. А также будет улучшено качество питьевой воды в 11 селах. То, что каждый часто показывает по телевизору, какие-то эти проблемы, да, есть, особенно возле Алматы. Толгарский район, Бесараш, Туздавастао, с той стороны Харасайский район, Жанатурмыс. Вот эти поселки, которые когда-то были сделаны так, что, ну, даже вот то, что Тасхум через него получаем воду, это проблемное производство. Но мы выделили деньги, разработали проект с меддокументацией. Эта программа реализовывается. В скором времени будет решена. В этих целях в рамках программ НУРЛАЖЕР, НУРАУ и ЛВСГ предусмотрено 86 миллиардов тенге на реализацию 42 проектов. Завершается подготовка к новому отопительному сезону. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 13,5 миллионов тенге. Все энергопредприятия области обеспечены нормативным запасом топлива. В прошлом году доступ к газу получили 59% жителей области. В текущем с подключением еще 23 населенных пунктов будет 61%. Полностью завершена газовикация областного центра города Талдыкурган. Доступ к природному газу получили 54,3 тысячи абонентов. Из них подключены 27 тысяч. Тут правильно поймите, что полностью обеспечены и доступ получили. Мы обеспечили доступ, а уже подключение, само собой, он идет постепенно. Кто-то сразу подключается, кто-то в этом году уголь купил, пока уголь свой весь не сожгет, не будет подключаться. Построены 627 километров внутри поселковых сетей в населенных пунктах Балхашского, Харатальского, Кукшуйского, Жамбульского, Ейскельдинского районов и в городах Текере. Подключение домов начнется с ноября месяца. Во время отчетной встречи глава Алматинской области подробно остановился на каждой отрасли. Отметил решение вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры, охвата жильем. Не оставил без внимания и аграрный сектор. К слову, в этом году посевы сельхозкультур увеличены на 3,7 тысяч и доведены до 972 тысяч гектаров. Заслушав подробный отчет главы региона, народные избранники дали положительную оценку работе исполнительной власти и заверили в поддержке со стороны депутатского корпуса. Евгения Присяжная, Жасулан Чингинжинов, Телеканал ЖТСУ. Шесть из девяти школ Алматинской области и претерпевающих капремонт не успевают к сдаче в запланированный срок. Один из них в Аксусском районе. Ход работ лично проинспектировал первый заместитель Акима области. Представителям подрядной организации он вынес замечание и поставил дополнительные задачи. Впервые более чем за 40 лет в Сагобьенской средней школе имени Токтарова ведется капитальный ремонт. За работу взялись подрядная организация «Голден Сити». Прошло почти два месяца с начала ремонтных работ, но результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Согласно плановому графику, на данном этапе должна быть практически готова кровля. На самом же деле действия расходятся с планом. С силами 35 рабочих вам не справиться, и вы не успеете к сроку. Поэтому вам необходимо увеличить количество людей. 35-45 человек – это очень мало. На сегодня не выполнена даже половина запланированной работы. В трех блоках, включая строительство мини-центра, на объекте трудятся около 35 человек. И если работы продолжатся в таком темпе, то к обозначенным срокам сдачи школы подрядчики могут не успеть, отметил первый заместитель Акимова области. Таким образом, Лязат Турлашев сделал ряд замечаний в адрес подрядной организации. И поручил увеличить количество рабочей силы в пять раз. Однако строители приводят свои доводы, считая нецелесообразным увеличивать количество рабочих рук. Сейчас уже наступает холода. На следующей неделе предвидятся заморозки. Это все не высохнет. Как быть тогда? В конце концов, мы ведь не конюшню строим. Школа рассчитана на 620 мест. Также здесь расположен мини-центр на 50 человек. После окончания капитального ремонта начнут функционировать современный спортзал, столовая и оснащенные всем необходимым учебные кабинеты. По плану строительные работы должны закончиться в декабре текущего года. Дело находится на личном контроле первого заместителя Акима области. Я на следующей неделе снова приеду сюда. Надеюсь, вы более активно продолжите работы. Поручаю создать рабочий график. Ход, темп и качество строительства ФОКа в селе Жан-Цугуров – также один из пунктов рабочей поездки первого заместителя Акима. Строительство спортивного объекта находится на стадии завершения. Ведутся внутренние и наружные облицовочные работы. Сейчас устанавливаем всё это, планируем своевременно. Согласно графику, то есть до 10 декабря сдать данный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 140 мест. Здесь предусмотрены универсальный спортзал, тренировочные залы, а также специальные помещения для занятий по четырём видам спорта. Строительство двухэтажного спортивного центра ведётся третий год. Долгожданный для аксусцев новый ФОК. Надеются, сельчане станут им подарком к празднованию Дня Независимости. Жан-Дос Назарбаев, Камшат Нухамеджан, Нержан Дюсен, Телеканал, ЖТСУ, Ахсусский район. Герои вне времени. Ещё одну мемориальную доску установили в Талдыкургане. На этот раз памятную плиту посвятили Толигену Ахшанову, ветерану труда и заслуженному общественному деятелю. Память о нём увековечили на васаде дома Акадеунжил. Трудовую деятельность Аксакал начинал простым агрономом в местном колхозе сразу после окончания института. И уже к 30 годам его назначили директором научно-исследовательского института в Копальском районе. В разные годы Толиген Ахшанов занимал руководящие должности в области сельского хозяйства. За всё время не раз был удостоен почётных наград, в том числе трижды трудового красного знамени за бесценный вклад в развитие всего региона. Ему также присвоили посмертное звание почётного гражданина Ескельдинского и Куксусского районов. Все говорят про его автобиографию, все говорят про его работу. А мне хотелось бы сказать, какой он был человек в семье. Наш отец, конечно, был очень строгим по отношению. Как он себя вёл на работе, со всех требовал ответственности. Так же у нас в семье он требовал с каждого, чтобы каждый был ответственен за свои слова. Я считаю, что это его требовательность к нам, воспитание. Всё это повлияло на наш характер, на семье, что мы тоже были дисциплинированы, ответственны. Старались быть порядочными в этой жизни. Так недавно он умер, кажется, что вчера. Все, конечно, по ним скучаем. Я думаю, что жизнь продолжается. В период пандемии ряд предпринимателей, особенно в сфере услуг, оказался в затруднительном положении. Однако бизнесмен из Панфиловского района Кунапия Абдельхажа особых перемен в работе не ощутил. Напротив, его бизнес стал расширяться. Разведение верблюдов – очень выгодная отрасль в животноводстве. Ведь эти неприхотливые животные обеспечивают население высококалорийным и целебными продуктами питания – молоком, шубатом и мясом. А промышленность – ценным сельскохозяйственным сырьем, шерстью и кожей. Крестьянское хозяйство Кунапии Абдельхажи – одно из первых и пока единственное в Панфиловском районе, которое занимается верблюдоводством. Все дело начиналось с двух кораблей пустыни. Сегодня их 80. Такой прогресс, как отмечает сам предприниматель, достигнут благодаря льготному кредиту государственной программы СИБАГА. Я развожу породу Аруана с 2013 года. Превратить идею разведения верблюдов в семейный бизнес нам помогла государственная поддержка. Теперь мы хотим расширить своё дело, создать свой цех и получить собственную марку для производства шубата. Этого вкусного и очень полезного для здоровья напитка. Кунапии Абдельхажи отмечает, что продажи шубата приносят ферме очень хороший доход. Молоко для его изготовления сейчас дают 16 верблюдец. Все сравнительно недавно принесли потомство. В среднем за сутки надой составляет 52-53 литра. В следующем году планируем увеличить надой. Сейчас за один удой с верблюдецей можно получить до 5 литров молока. Дальше молоко доставляется в цех, где и начинается изготовление экологического, чистого, полезного шубата. Готовая продукция должна простоять сутки. Только потом напиток разливают по бутылкам. И уже после этого доставляют на прилавки магазинов. Государственная программа Сыбага помогла развить свой бизнес и крепко встать на ноги и крестьянскому хозяйству Есенбаев. Оно занимается разведением лошадей, что также является одним из важнейших секторов сельского хозяйства. Мы занимаемся разведением лошадей, используя научные методы и подходы. У нас своя кормовая база. Выращиваем очень качественные корма. Кормим лошадей порционно. Следим за их питанием очень строго. Одним из основных доходов нашего хозяйства является продажа кумыза. Жители региона и не только нашего приобретают кумыз для лечения болезней легких, почек, желудка, улучшения аппетита. В целом в Панфиловском районе большое внимание уделяется развитию животноводческой отрасли. Из 4000 действующих крестьянских хозяйств, 1000 работает именно в этом направлении. Построено 8 откормочных комплексов, рассчитанных на более чем 2000 голов крупного рогатого скота. Предусмотрены целевые субсидии для хозяйств, занимающихся разведением лошадей и верблюдов. Лилия Штогрин, обзор Мусипов, телеканал ЖТСУ. К другим темам. Вчера ночью пользователи в Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервиса. В социальные сети были недоступны около шести часов. В настоящее время они уже начали восстанавливаться. Марк Цукерберг извинился перед пользователями за временные неудобства. В связи с бездействием Facebook поступило более 10 миллионов жалоб от людей по всему миру. В результате из-за глобальных сбоев, принадлежащих компаниями соцсетей и сервисов, Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Forbes. Из-за сбоя в сети акции Apple упали на 2,5%, а Alphabet на 0,33%. В соцсетях распространяется видео, где судебного исполнителя Адиля Ермекова бьют во время исполнения должностных обязанностей. На видео мероприятия по сносу пристройки с иском в суд обратились соседи. Они жаловались на то, что пристройка падала на их жилой дом. Уведомление о том, что на хозяйку дома возбуждено исполнительное производство, было направлено еще месяц назад. Накануне, 4 октября, судоисполнитель Ермеков вместе с двумя сотрудниками полиции прибыл на место, чтобы выполнить свою работу. Однако находящиеся вокруг люди стали оказывать на него давление. Сначала судебного исполнителя пытались душить, затем ударили в область печени. На имя своих обидчиков Адиль Ермеков уже написал заявление, на основании которого будет принято процессуальное решение. В столице из-за выпавшего ночью снега скорость движения транспортных потоков и автобусов снизилась. Об этом сообщили в Фейсбуке сотрудники службы по связям с общественностью. В компании призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Водители просят быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения, чтобы не допустить аварийных случаев и затора на дорогах. Саперы Министерства обороны страны начнут уничтожать неиспользуемые боеприпасы, сообщается на сайте ведомства на аппаратном совещании в Минобороны. Главе ведомства Мурату Бектанову рассказали о результатах проверки военных складов. Министерство вынуждено годами хранить неиспользуемое военное имущество на базах, а потому решено организовать работу по их вывозу. Этот процесс доверят саперным подразделениям, которые после транспортировки боеприпасов на военные полигоны сразу же их уничтожат. Непосредственный порядок действий определит совместный приказ двух министерств. К такому решению они пришли после ряда трагических происшествий, связанных со взрывами снарядов на военных базах в Арысе и Жамбулской области. Из-за непотушенной сигареты разгорелся сильный пожар в Талдыкургане. По сообщениям пожарных служб в микрорайоне Сабал начали гореть многоэтажки. Из густо задымленных квартир в результате спасли шестерых человек, из них трое дети. В срочном порядке эвакуировали еще 43 жильца. На месте инцидента работали 33 брендмейстера, задействовали 10 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать лишь через полчаса. Обошлось без жертв. Мы эвакуированы. 52 человека эвакуировались из дома самостоятельно. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Спасенных 6 человек были доставлены в медицинское учреждение в город Талдыкурган для осмотра и оценки состояния их здоровья. Дадим жару. До начала топительного сезона осталось всего 10 дней. А областная мониторинговая группа продолжает проверять готовность регионов к предстоящим холодам. На этот раз инспекционные работы продолжились в Кирбулахском районе. В этом году кирбулахцам необходимо заготовить 73 тысяч тонн угля. На сегодня закуплен весь объем от общего показателя. А для населения в настоящее время открыты три пункта реализации твердого топлива. В топ-базах имеется свыше 400 тонн горючего камня. Дефицита и ажиотажа нет, как и нет проблем с поставкой угля в регион, уверены специалисты. Горючее поставляют с семейского карьера и шубарколя. Средняя стоимость за тонну – 14,5 тысяч тенге. Местные жители заранее обеспокоились подготовкой к сезону холодов. Уже закупили необходимое топливо. Уголь, дизель и пилеты – главные источники теплоснабжения социальных учреждений Кирбулахского района. Всего здесь действует 60 образовательных объектов. Для комфортного обучения детей с началом отопительного сезона запланировано закупить более 2000 топливных брикетов. Учебные заведения по плану должны завести 1 миллион 50 тысяч литров жидкого топлива. На сегодня реализовано лишь 300 тысяч литров. Сейчас вопросы с поставкой у нас налаживаются. Остальные объемы дизеля будут поставляться постепенно. 31 объекта образования Кирбулахского района отапливаются жидким топливом. Здесь наблюдается низкий показатель поставок дизеля. Завезли лишь 30% от необходимого объема. Специалисты объясняют это тем, что общая вместимость резервуаров не позволяет завозить больше. Потому поставки будут осуществляться по мере расходования дизеля. Всего у нас насчитывается 160 бюджетных организаций. Однако о местных школьниках мы позаботились в первую очередь. Поэтому дети этой зимой без тепла не останутся. В целом 15 учебных объектов региона отапливаются пилетами. Еще 14 школ используют уголь. Мы уже закупили весь необходимый объем горючего. Аналогичная ситуация и на объектах здравоохранения района. А их в регионе около 50. Практически все они отапливаются твердым топливом. Для того, чтобы благоприятно встретить и провести предстоящие холода, медицинские учреждения отгрузили более 400 тонн угля. Однако в регионе есть еще две больницы, которые отапливаются дизелем. Медицинские объекты – это центральная районная больница поселка Саразек и сельская больница села Кугала. Они у нас в год составляют 184 тонны. Из них 37 тонн в данный момент у нас доставлены. Остальное, оставшееся топливо у нас доставляется по мере заявки. Вопрос подготовки к зиме на постоянном и личном контроле Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. По словам представителей регионального управления ЖКХ, мониторинговые рейды будут организованы в течение всего отопительного периода. Вулкан на испанском острове Пальма продолжает держать страхи местных жителей. Сегодня часть кратера обрушилась, выпустив каскад более жидкой и быстро движущейся лавы. Вулкан на хребте Кумбре-Вьеха, который извергся две недели назад, затих на несколько дней, но потом активизировался с новой силой. На восстановление ущерба пострадавшему острову испанские власти выделят более 200 миллионов евро. В американском штате Калифорния с середины июля обушует пожар, названный Дикси. Он стал одним из самых крупных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило 130 тысяч гектаров леса. Из-за сильнейшей жары, ветра и засухи Дикси продолжает разрастаться. Дотла сгорел город Гринвилл, основанный еще во времена так называемой «золотой лихорадки». Жители нескольких населенных пунктов эвакуировали. На данный момент неизвестно, сколько домов и построек уничтожило пламя, однако предполагается, что счет пойдет на сотни. Цены на нефть выросли до 7-летнего максимума. После того, как страны ОПЕК отказались ускорить планы по увеличению добычи нефти, данное решение угрожает обострением напряженности между США, Европой и Китаем. Они опасаются, что рост цен на энергоносители может подорвать восстановление их экономик. Однако ОПЕК уверяют, что в случае резкого роста спроса смогут скорректировать добычу и не допустить перегрева рынка нефти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова